На сегодняшний день бизнесу присуща огромная конкуренция. С каждым днем количество компаний лишь увеличивается, из-за чего спрос на продукцию или услугу может многократно упасть. Как выделить свой проект среди других? Чем заинтересовать аудиторию? Как правильно построить бизнес, чтобы избежать провала вложенных усилий? Запросы бизнеса развивают мышление, а мышление развивает бизнес. Именно такой совет нам дал Александр Валерьевич Васенев, на примере которого мы рассмотрим правильно направленное мышление, программирующее проектный успех. Васенев – одна из земля предпринимателей, запустивший необычное производство, пользующийся немалым спросом. Какой путь ему предстояло пройти? Как он смог решить помехи на пути раскручивания бизнеса? Какой урок он может дать начинающим предпринимателям? Предпринимательское мышление в разных поколениях сильно отличается. Метод знаний, умений, навыков уже давно не занимает ведущую позицию на рынке. В данный момент особую роль играет самообучение, что подразумевает новые неординарные идеи. Прогноз на будущее – проявление человеческих ценностей, разнообразие мышления. Как и любой проект, бизнес строится в несколько этапов. Начальными компонентами стартового этапа выделим идею, как и словополагающее, поиск единомышленников, бесспорно несущих вклад в развитие проекта, и действия, решающие скорость продвижения идеи. Была мечта. Мечта интереснее, привлекательнее. Туда хочется попасть в мечту. Поэтому я больше говорю не про цели, а про мечты. И была мечта, конечно, сделать инновационный бизнес международный. И сделать не только для того, чтобы подарить людям уникальные изделия. Чтобы люди, там, уровень кожи, она индивидуальна. У нее каждая кожа, как отпечатки пальцев у человека, они неповторимы. И тогда даже две одинаковые вещи, сделанные по одинаковой технологии, были бы совершенно разные. Вот хотелось подарить, конечно, миру в тот момент вот такие вот вещи, в первую очередь. А самое главное, о чем я думал всегда, это можно перерабатывать на входы в рыбную промышленность. И до сих пор хочется издлинить мир. Как они отреагировали на Ваше предложение? Вы приходите и говорите, вот мы из отходов, из шпора будем делать ткань. Материалы для шитья, как они отреагировали? Ну, изначально они говорили так, слушай, блин, ну, у нас вот все отходы сбрасываются в один чат. Вам что-то трудно еще один поставить, и вы не вместо того, чтобы отходить, будете продавать. Поиски недомышленников не должны ограничиваться людьми, способными оказать материальную поддержку. Начиная с этапа формирования идеи, над успешностью думают сразу три участника. Мечтатель, тот, кто придумал идею. Реалист, прорабатывающий идею до мелочей, чтобы ее реализация была возможна. И, наконец, критик, объективно оценивающийся идею. Будет ли спрос, получится ли реализация и многие другие факторы. Ну, там даже не так было, то есть я проинвестировал некоторое количество денег студентов. В тот момент я активно инвестировал, у меня работала оптовая компания, и за счет оптовых продаж была возможность эту прибыль забирать и вкладывать в новые бизнесы. Первый шаг, наверное, такой, чтобы понять, а что же сделать. Потому что технологии, которые студенты пришли, они немножко не соответствовали тому, что хотелось, то есть не было нового качества, не было химикатов, они были химикаты старого, еще там, Советского Союза. И поэтому пришлось технологию заново перерабатывать. Вот с этого мы как раз начинаем. Это было, когда мы открыли на международных маркетплейсах, значит, на Алибова, значит, в американских маркетплейсах, открыли интернет-магазины, и через некоторое время один из наших интернет-магазинов пошел в топ-1000 по миру. И там неожиданно они там преференции, скидки там чаще показывать начали, и в этот момент пошли продажи, то есть можно вот как-то ничего было не делать, а продажи вот идут, идут, идут. Причем очень интересная география Австралия, там, Южная Америка, Соединенные Штаты, Аляска, значит, Турция, Европа. То есть вот это было такое какое-то неожиданное и приятное. И это вот длилось прям вот февральное месяце. В год прорыва на рынке 2021-го была выведена статистика продаж на территории России и экспорта, конкретно США. Как мы видим, иностранный спрос гораздо больше, чем российский, что показывает международную заинтересованность в проект. Вся кривая продажа на момент проведения статистики выглядит так. Мы наблюдаем резкое увеличение спроса в период с 2021 по 2022 год. Мы сейчас сработаем над российским рынком. Последнее из таких дизайнерское решение для премиум-сегмента напитков. Как-то бутылку мы будем наворачивать, и субьи и божьи. Это будет какой-то афресло. В общем, дизайнерам отправили образцы, они сейчас посмотрят. Если пойдет, то это, конечно, будет хороший заказ на российском рынке и оригинальный такой бренд. Пока не будем говорить дальше. Ну, так понимаю. Поддержку проекта на начальных этапах оказал фонд Бортника, поощряющий российских предпринимателей за оригинальные идеи, развивая сферах IT, медицины, биотехнологий, материалов, приборостроения, энергосбережения и многих других. Субтитры создавал DimaTorzok